Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь! Молите Бога о нас! Сегодня мы поговорим про очень интересное явление. На фоне эпидемии коронавируса и особенно мер по борьбе с этой эпидемией мы наблюдаем появление новой мировой религии. И не только религии, но и легендарной печати Антихриста, про которую написано в Откровении Святого Иоанна Богослова. Ну, вообще-то Антихрист – это тот, кто не исповедует Иисуса Христа, пришедшего в оплоти. Таковых довольно много бывает. И они упоминаются в соборных посланиях апостола Иоанна Богослова в первом и во втором. А в книге Откровения Святого Иоанна Богослова, которая также называется Апокалипсис, есть только звери с множеством голов, с множеством рогов, состоящие из кусков разных зверей. Кстати, да, кусочек льва из Персии, кусочек барса из Греции, кусочек медведя из Милийского царства. В том же Откровении Иоанна Богослова упоминается начертание зверя, а не печать Антихриста, без которого нельзя ни покупать, ни продавать, и которое все уже принимают в данный момент, причем иногда, по несколько раз в день, как принимали это начертание в то время, когда жил сам апостол Иоанн. Непонятно, зачем борцы с электронными документами ждут какой-то там чип, такой и такой, там, на лоб, на руку. Как-то так. Да, да, да. Когда ритуальная маска против коронавируса вполне себе выполняет роль апокалиптического начертания. Маску надел, ритуал совершил. И все это видят издалека, в отличие от какого-то чипа, который будет под кожей спрятан. Без маски нельзя ни продавать, ни покупать. И вообще, без маски теперь даже домой не попадешь. И в храм тоже. В транспорт нельзя. Да, и в храм тоже не пускают. Причем в христианский православный храм. Да, вот. А ритуальное начертание во времена апостола Иоанна Богослова, это ты имеешь в виду, что возле входа на рынок стоит жертвенник языческому божеству, и все должны совершить обряд, прежде чем войти в торговые ряды. А это именно так и было. Это даже на исторических картинках очень часто вот рисуют. Наши современники плохо представляют себе, что такое язычество. Ну, в общем, на эту тему читайте приключенческую литературу про индейцев. То есть, вот, путешественник приходит на территорию племени, он должен обязательно наладить хорошие отношения с местными сверхъестественными сущностями. Там во всех ритуальных танцах, во всех хорьях поучаствовать, там трубку мира раскурить. Если он это не сделает, то сразу будет конфликт с шаманом, и путешественника могут просто убить и съесть. Почему так происходит? Потому что местные вот эти сверхъестественные сущности, называйте как хотите, боги, демоны, духи, они имеют власть над местными жителями. А если кто-то чужой пришел, этому чужому они сделать ничего не могут. Но они будут гадить хозяевам, а у хозяев есть копии дубинки. Точно. Поэтому вот и в языческом мире, заходя куда-нибудь на торговую площадь, должен поучаствовать в жертвоприношении, в каком-нибудь обряде, чтобы ты никаких местных покровителей торговли, покровителей этого города, покровителей этого места не обидел. Потому что иначе будут беды на весь город. Сурово. Землетрясения, эпидемии. Да. Поэтому именно когда заходишь в языческом месте, в какое-то публичное место, обязательно должен совершить те языческие ритуалы, которые в этом месте именно требуются. Чтобы Бог не прогневался, чтобы ради любви к ближнему, ради любви к хозяевам. Поэтому когда вам говорят в магазине, ну надень маску, ну что тяжело что ли, нас же всех оштрафуют, мы же все заразимся. Веришь, не веришь, а маску надень, это именно как раз характерный момент, который в древних языческих странах, ну это было как само собой разумеющееся. То есть это мы за время, когда у власти было христианство и научный атеизм, мы избаловались. А когда было язычество, то это сплошь и рядом. Поучаствуй в какой-нибудь обрядике. Да, сурово. И кстати о штрафах, это силовой метр. А это сплошь и рядом, это тогда и убить могли. Вот христиане же, христианские мученики, они пострадали не за то, что их просили отречься от Христа, а за то, что не совершил обряд. Им говорили, ну что, тяжело что ли кинуть гордь зерна в костер перед статуей? Он говорит, а я это не сделаю. Хотите, пытайте, убивайте меня, мою семью, всех моих родных, а я не сделаю. И поэтому христианам мы говорили, ну вот из-за вас потом наших легионеров разбивают, из-за вас эпидемии, из-за вас все нехорошести. Ой, кошмар. Вопрос в том, где разница религии и нерелигии. Вот мы с тобой ходили на ВДНХ, павильон робостанции. Там в качестве входного билета робот ставил на руку чернильную печать. Это печать Антихриста или начертание зверя или ничего подобного. И чем отличается от этого мазок кровью негненка или сажей жертвенника при входе на рынок древнего города? Другими словами, маска на входе в магазин пятерочка – это анавок печати на руку при входе на робостанцию? Или это анавок мазка жертвенника при входе на рынок древнего Рима? А христианину по его вере запрещено участвовать в религиозных обрядах других религий. Точно. Вообще, вся Библия – это история борьбы Бога Библии с другими божествами и религиозными культами. Поэтому, когда возникает вопрос для христианина, какие начертания на лоб, на руку или еще куда-то можно брать, а какие нельзя, важно определиться, с тем, имеют ли они религиозный смысл или не имеют. Ищем – религия или не религия. Точно. Надо пояснить, что такое религия. Религия – это определенная система взглядов, обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм, типов поведения, обрядов, культовых действий и объединения людей в организации. Принципиальное отличие религии от всего остального – это вера сверхъестественная. Именно отличие религии – это сверхъестественная. Если сверхъестественная присутствует – религия. Если не присутствует – значит что-то другое. Да, все что угодно. Да. Ну и религия, да. Таким образом, определить, какое действие религиозное, а какое – нет, довольно просто. Если подразумевается вмешательство какого-то сверхъестественного действия, то это религия. Если нет, то не религия. Неважно, что будут говорить сами, очень часто религиозные организации маскируются под психологические тренинги, но смотрим. Если есть карма, если есть медитация, открытие чакр – значит религия, то есть секта. Да. В ситуации со входом на рынок Древнего Рима, вот стоит жертвенник, на нем приносится жертва языческому божеству. Все знают, что это за божество, все знают, что это за обряд. Чтобы получить пропуск на рынок, надо как-то проявить свое участие. Или зерно в костер бросить, или монету в копилку, или чему-то поклониться, или хотя бы просто встать в нужном месте, в нужной позе. И это является религиозным обрядом. Да, чтобы не разозлить. Тот, кто обряд совершил, получает начертание. И все видят, что он честный человек и не навлечет беду на всех ближних. Начертание, да, оно должно быть видимым всем, чтобы все понимали, а не читаться каким-то сканером штрих-кодов, как это вот говорят борцы с электронными документами. То есть, современная реальность превзошла вообще все их религиозные мракобесные фантазии с чипами на лицо и на руку. Супер! Вот, в ситуации с печатью на руку, при входе в музей, или с браслетом, с QR-кодом, да, когда на выставку входим, назначение этого знака исключительно пропуск. И все. Оплата и пропуск. Купил билет, получил браслет, получил приглашение за анкету, тоже получил браслет или печать, или еще какой-то там на шею бейджик. А маска при входе в магазин, она вообще никогда не трактуется как пропуск. Маска, это объявляется как защита от коронавируса. Причем не себя защищаешь. Не себя, а других. Да. Предполагается, что мы все заразны. Презумпция виновности. Да. Для религии это характерно. Да. Все мы люди грешные, только Бог святой. И маска защищает окружающих от заразы, которая в нас есть. То есть, надо признать на веру, что ты потенциальный носитель заразы. Маска от этой заразы спасает... Окружающих. Окружающих, да. И совершить обряд надевания этой самой маски. Можно даже не верить во все это, потому что сама система подразумевает... Сама система масочного режима эту веру навязывает социумом. Да. А от человека требуется только совершить обряд, причем даже в урезанном виде, непосредственно перед кассой. Не всегда. Бывают и просто в процессе выбора товара могут выгнать... Ну, где-то да. Где-то строже, где-то не так строго. Но сам смысл, что обряд совершай. Поэтому и христианам требовали. Ну, ты по своему статусу там теленка должен принести в жертву Зевсу. Ну, так и быть, ты хотя бы просто в сторонке встань, а дежурный, ну, там кинет какую-нибудь горстку зерна, а ты там просто задонать. Он говорит, нет, я вообще не буду участвовать. Пытайтесь казнить, но я не хочу участвовать в вашем религиозном обряде, говорил христианский мученик. И после этого отправлялся на корм львам. Это точно. Вопрос в том, защищают ли маска или нет. И от чего защищает? Ну, даже на сайте Всемирной организации здравоохранения высказываются конкретные мнения, что маска не всегда это эффективно, что это не панацея. Вот Лига здоровья пациентов, даже... Лига защиты пациентов. Да, Лига защиты пациентов, даже петицию направила против масочного режима. Ссылка под видео. Но объявляется, что маска защищает. Объявляется это. А мы, как люди разумные, включаем мозг и смотрим. А что это за защита? Материальное или мистическое? Да, материальное или мистическое. Если материальное, то это просто гигиена. И для христианина нет религиозных запретов, чтобы эту маску надеть. А если же... Да, если маска мистическая, то надевание этой маски становится религиозным обрядом. Так что, в принципе, можно прийти и сказать, я маску не ношу, потому что это противоречит моим христианским религиозным убеждениям. Только проблема, что... Церковная администрация так не считает. То есть, вот, практика применения масок в медицинских учреждениях, где они применяются для обеспечения стерильности, хорошо известна. Ритуальные обряды с магическими амулетами тоже хорошо известны. Которые от чего защищают. Да. Смотрите, как используются маски в операционной и как используются маски в магазине. И сравнивайте. Делайте вывод. Это гигиена или это магический ритуал. Вот еще для понимания почитайте в интернете про каргокульт. Это относительно новая религия, которая возникла у дикарей, когда к ним начали залетать самолетики с гуманитарной помощью. В основе каргокульта вера в то, что изготовление бутафорского самолета мистически привлекает настоящий самолет с гуманитарной помощью. Поэтому полно фотографий вот этих вот бутафорских самолетов, где дикари сделали самолетики с соломы, сидят под ними, ждут, когда к ним прилетит стальная птица и из нее посыпятся всякие... Всякие вкусняшки. Вот по такому же принципу действует и надетая перед кассой грязная одноразовая многоразовая маска, которая якобы защищает окружающих от коронавируса. Именно она защищает, как обряд, как ритуальный амулет. Ну, в медицине маска надевается в определенных стерильных условиях, стерильными руками. Хирург проводит операцию и ассистент вытирает под соба. Еще на хирурге надет стерильный хават. Таким образом, если бы маски в магазине выполняли защитную функцию, как в медицинском учреждении, то при входе на каждого покупателя должны были бы ассистенты надеть стерильный хават, стерильную маску, такие же самые перчаточки. Пока покупатель выбирает товар, ассистент должен рядом с ним стоять и вытирать под соба. При выходе из магазина снять с него эти одноразовые средства защиты и убрать, утилизировать или обеззаразить средства защиты. В соответствии с ГОСТом. Да. На медицинские отходы. Да, да, да. И именно оно самое. Если это не делается, значит, да никакая это не защита. Что вы говорите? Почему никакая? Значит, это магическая защита. Значит, нас в магазине принуждают совершать религиозный обряд. Значит, нас принуждают становиться адептами какой-то новой религиозной системы. Поэтому, если утверждаете, что маска это для защиты, обеспечьте защиту как в операционной. Если нет, тогда, значит, будем мы с вами общаться как с религиозными. Да. Почему молчат сектоведы? Почему никто об этом не сказал? А где наш любимый Дворкин? Где Дворкин? Где Дворкин? Почему каких-то саентологов чего-то хватает? Какого-то Сергея Торуба достали из тайги. Да, даже Торуба из тайги достали. Сергей Романова там пытается вытащить из монастыря. А вот в каждом магазине вообще развели какой-то языческий культ. Культ маски. Коронакульт. Культ великой маски. Да. Какие-то везде носят ритуальные маски. Что вообще такое? Мы Россия православная или мы банановая республика? Так что нам навязывают магическую защиту от коронавируса. Ну да. И эта магическая защита, она основана на религии, потому что религия это магия. Да. И эту новую религию нам навязывают проповедники, в общем, из каждого телевизора, из каждого радио, из каждого интернета вообще. Из каждого утюга нам что-то говорят про маски безопасности. Это точно. Маски безопасность. Маски безопасность. Это нам про Христа на Спасе и на Союзе столько не говорят. Ой, гораздо меньше говорят про Христа на Спасах и Союзах. А нас к маскам готовили, потому что на том же Спасе и Союзе говорили про иконы, Матроны, про косточки и тряпочки, а не про Христа. И вот нам сейчас дали такую же ритуальную тряпочку, которая нас защищает от страшного коронавируса. От самого страшного коронавируса. Сколько болячек вообще в мире развелось, тяжелых и заразных, и таких, и сяких, и неизлечимых. Да, потому что... Ой, и все. А их как будто бы, они как будто бы куда-то исчезли. А коронавирус это сакральная болезнь. Коронавирус это сакральная болезнь. Это круче, чем проказа в библейские времена. Супер! И причем, вот если опять же вернемся к религиоведению, то маска, она очень хорошо попадает под критерии защитного магического амулета. Это точно! То есть она связана с медициной. И она используется для защиты. Надевание маски в магазине, оно по действию похоже, как вот на хирурга надевают похожую маску. Когда он делает операцию, и чтобы не отнести инфекцию. Так что маска на входе в магазин, в отличие от печати на руку при входе куда-то на робостанцию или браслет с QR-кодом, выполняет исключительно религиозную функцию, что мы вам только что доказали. Комментарии открыты, докажите обратное, что это не ритуал. Ага. Выполняет магическую защиту окружающих от вируса, который якобы сидит в каждом, но маска его удерживает. А кто в этой религии? Верховный жрец. И какое вероучение здесь? Ну, кто верховный жрец, сказать пока невозможно. Хотя можно наблюдать, как... Вот, например, мэр Москвы Сергей Собянин, который ввел обязательный масочный режим, сам регулярно на фотографиях маску не носит. Это точно. То есть все вокруг в масках, он без маски. Канцлер Германии, Меркель, она в маске... Вот, она в маске, да. А наши Собянина, Попова, они все без маски. А мы наблюдаем. А почему? А Путин тоже без маски. То есть вот мы наблюдаем, как формируется особая каста религиозных людей. Такие вот своеобразные брахманы, что ли, как в Индии. Ну да, как в Индии, совсем как в Индии. Которую маску носить не обязательно. Вот с юридической точки зрения это необъяснимо. Необъяснимо абсолютно. Потому что если закон нам положено, то должны соблюдать. Потому что Сын Солнца, какой-нибудь там фараон египетский, не обязан соблюдать правила для простых смертных. Это из политической точки зрения необъяснимо. Когда людям навязывают что-то, и это им не нравится, и людям не нравится поведение политиков, люди вонтуют. А где в Москве хоть один митинг против Собянина и против масочного режима? В то время, как в Белоруссии, из-за результатов выбора, какой-то пшик, митингуют и дерутся с полицией. Это вообще как? То есть это не к тому, что мы... Это вообще пшик. Да, это не к тому, что мы призываем идти на митинг. Это мы просто анализируем, что происходит. А происходит то, что религиозная диктатура. В средневековье никто бы и не подумал как-то возмущаться действиями инквизиции. Тамплиеров вообще, рыцарей, аристократов, обвинили в ересе, казнили, чтобы не отдавать им долги. А-а-а, нормально! И все восприняли, так и надо. Потому что в древности религия имела неограниченную власть. И сейчас вот нам эту религию навязали, мы ее все приняли, и поэтому не митингуем, только так молча дома возмущаемся, но никаких серьезных протестов, никаких действий. Дома на кухне материмся и все. Хотя казалось бы, вот должна возникнуть какая-то политическая сила, которая народное недовольство должна оседлать, что неужели никто не хочет стать мэром Москвы? Вот-вот, странно как-то. Но нет, потому что кто пойдет против мировой религии? Это... Ореничная власть, у которой, кстати... Да, это все равно, что где-нибудь в Саудовской Аравии кто-то пройдет против ислама. Ага! Да, но там просто... Там ислам, он имеет реальную силу, как в Европе средневековая реальную силу имела христианство. А теперь культ великой маски. А сейчас он насаждается, да. Он развивается, он... Мы пока наблюдаем, будем, может, еще записывать видео. Поэтому еще четко проследует... Четко прослеживается вероучение, которое нам вещает. То есть, абсолютное зло – это коронавирус. Нету ни других болезней. Да. Все диабеты, все онкологии... Все туберкулезы, все пневмонии, все артриты, артрозы и прочее. Это фигня все. Психиатрия вся тоже фигня. Ну, понятно. Да, все можно отодвинуть и еще только коронавирус. Точно. Для борьбы с коронавирусом цель оправдывает средства. Точно. Потому что... Абсолютное зло, коронавирус, другие болезни и проблемы по сравнению с них. Просто пшик. То есть, чисто теоретически, от чего будет больше вреда? От того, чтобы пережить пневмонию, месяц поболеть. И вот уже сколько времени, обязательный масочный режим. Это значит... Маска это что? Это значит, дышим выдыхаемым воздухом. Это все равно, что сидеть где-то в гнилом подвале, дышать через маску. Мы проводили научный эксперимент, смотрите видео, где на хэллоинскую тыкву надели медицинскую маску. И свечка через несколько секунд в этой маске погасла. Что опровергает миф о том, что маска якобы не затрудняет дыхание. Кстати, да. А человек, если нечаянно заразился коронавирусом, лишается всех гражданских прав и свобод, и попадает под домашний арест, он вне закона. Да. Он преступник. Конечно, он даже больше, чем преступник. Потому что вот он заболел, он ночью не спал, он затремал, ему надо отправить на социальный мониторинг селфи. Он не отправил, он получает штраф. А работать он не может. Он рад будет оплатить, а не заработает. Ну да. Так что вот, все. И на улицы ходить можно, потому что вот он свою ипотечную квартиру очень скоро у него отнимут. По улице, пожалуйста, ходи. Предполагается, что каждый человек грешен. То есть потенциальный носитель заразы. Защита от вируса, ритуальная маска. Да, в религии все мы люди грешны. Только один бог святой. А защита, да, вот ритуальная маска. Отсутствие маски делает человека вне закона. Все беды из-за того, что кто-то снял маску. Так же, как христиане не принесли жертву Аполлону. Аполлон на всех прогневался. И в Риме пожар случился. Так здесь вводят новые ограничения. Из-за того, что кто-то дошел в пятерочку без маски. В общем, и на всех налагается скетика, ограничения дыхания. А также передвижений, вот как было у нас весной. Так же, как вот пост в христианстве не есть, так и пост здесь не дышать. Ну, или дышать углекислым газом своим. Ну, ограничения, да. Ну, да. Пусть же это тоже не совсем голодать. Это точно. А еще есть отдельные табу, действующие в определенные периоды, как у диких племен. Например, весной нельзя было идти по дороге через парк. Можно идти вдоль тротуара. Где людей полно. Да, вместе с остальными всеми. Нельзя сидеть на скамеечке. Нельзя пользоваться тренажерами. Нельзя ходить ни в парикмахерскую, ни в церковь, ни в ресторан. Ну, в общем, мало куда вообще осталось. То есть, как планирующая религия, новая религия, она, естественно, нагнула. Естественно. И вот мы гуляем по Абаденхар и видим такую картину. Вот стоит охранник под чуть ли не у каждой скамейки и говорит, не садитесь на скамейку, не садитесь на скамейку, не садитесь на скамейку. Нельзя заходить в священную рощу, нельзя заходить на священное болото, нельзя прикасаться к священному камню. Так вот, нельзя в течение весны с такого-то по такое-то прикасаться к священной скамейке. И к священному храму христианскому. Ну, храмы на самом деле показали, что вот будете чего-то вякать, будете недовольство проявлять, так мы вам продлим карантин, мы вам скажем, что в храме через пять метров стоять, а не через полтора. Ну, да, и что получается, три человека в храм запустили, а все остальные матерятся вокруг забора храма, это вообще что за храм? А за храмом стоять, пожалуйста, можно, толпой заражайте друг друга. Ну, так и там видись, и заражайте друг друга, и там, и все, и храм. То есть, это именно подчеркивается ритуальность, причем не просто религия, а именно деструктивный культ. Он навязывает ношение масок, которые наносят вред здоровью. Приводя к кислородному поводанию вообще-то. В общем, и кожные заболевания от масок, и все что угодно. А еще это отличный инкубатор для самых разных болезнодных вагонах. Да, самозаражений. То есть, четко на сайте Всемирных Организаций Здравоохранения пишется про самозаражение от масочного режима. Что она не защищает, она капливает. Точно. Заразу. Когда ее невозможно надевать и использовать в стерильных условиях. Точно. Ее надевают теми руками, какими только что картошку выбирали. Ну, а что, требования самые минимальные к ней. Ну, это же ритуал. Чтобы не оштрафовали, чтобы не отказали, чтобы не выгнали. Чтобы соблюсти ритуал. Чтобы соблюсти ритуал. Продвигается идея относительно того, что не человек человеку друг, а человек человеку потенциальный источник заразы. Что каждый человек может в любой момент стать заразным, на карантин к нему не подходить. Продвигается идея разобщенности, отдаления друг от друга. Обязательно. Запрещается развлечение и культурные мероприятия. Разрушается медицина, разрушается образование. Да, от последствий. Да, от последствий этого самомасочного режима и самоизоляции гораздо больше помрет людей. Я подозреваю, что и суицидальные мысли навеивает. Как-то не хочется жить, когда нифига нельзя, никуда нельзя. И похоже, что всю оставшуюся жизнь на мордник носить. Смысл уже какой, что жизнь делается настолько, ухудшается самыми разными способами, под предлогом заботы, что человеку жить не хотелось. Не хотелось, да. Увеличивается потребление алкоголя, потому что если нельзя культурно развлекаться, то что еще остается? Вот, вот. Только бухать. Да, бухать и жрать гамбургер. И пошло все. Ну да. И самоубийство, оно как раз возникает в ситуации, когда у человека депрессия. Здесь все создано для того, чтобы у человека развить самую депрессию. Все четко. А, кстати, самоубийство это самый такой тяжелый грех христианства. О, это да. Обрати внимание, сплошь и рядом. Везде орут, в том числе и в некоторых даже храмах, что мы не соблюдаем социальную дистанцию. Нас здесь слишком много развелось, расплодилось, зараза. Благодаря за то, что мы носим эти уридные для здоровья маски. Сейчас пока разрешаем дышать через тряпку. Так как число заболевших только растет, то в следующей трибуне... Ну, угадай, какое? Не дышите вообще. Точно. Сокращение населения. Правильно. Экономически избыточное, кстати. Ну да. Вот такая интересная религия образовалась в интересах правящего класса. Вопрос только в том, как христианам теперь жить. Потому что, с одной стороны, христианам нельзя участвовать в религиозных обрядах чужих религий, а... Но, с другой стороны, священники и епископы сами все с удовольствием масочный режим приняли. Все соблюдают. Да, в масках ходят. Священник действует в масочке. И утверждают... Ругаются и могут отказать в исповеди, если ты без маски. Или, например, что ты произносишь грехи вслух, а не написал заранее, предварительно на листочке ручкой. И не просто в масках ходят, а утверждают, что эти маски есть забота о ближнем. Чтобы не заразить, носите маски и так далее. Мы, миряне, вынуждены подчинять своему епископу. А он нам говорит примерно то, что говорили христианскому мученику. Ну, ты ради ближних своих, ну, брось там в костер зернышки перед статуей. Ничего от этого не случится. А так ведь и все из-за этого пострадают, и боги прогневаются, и твою семью львам скормят. Вот, а еще из-за твоей неодетой маски ты весь храм заразишь коронавирусом. Да. Ай-яй-яй, не стыдно. Да. А если все заразные, предваризумеваются, то какая к чем заразишь? Какая нафиг разница, кто кого чем заразит? Если мы все уже давно в этом коронавирусе погрязли. Пуши! И возникает интересный момент, догматический. То есть, есть епископ, впадает в ересь. Ну, вы сказали, такое частное богословское мнение. Ну, и согласно этому частному богословскому мнению, наши епископы, они вроде как в ересье. Но где взять другую христианскую конфессии? Мы находимся на канонической территории РПЦ. А вот у нас РПЦ, да, ну вот она вот какая есть. А где другую взять? Во времена гонений на христиан в Римской империи протест против участия в языческих обрядах организовывали. Именно епископы, епископы, владыки любимые, первыми становились мучениками. А наш патриарх весной открыто сказал, что в храмы ходить нежелательно. И спасаться, как Мария Египетская. Нам 30 лет говорили, что храм нужен. Но вдруг оказалось, что ходить в храм это чуть ли не грех. А маски носить нужно, раз этого требует вас. А если вас потребует, поклоняться идолам. Ну, есть подозрение, что уже требует. А вот мне интересно, вот такой вариант. Если бы мэр Москвы Собянин перед храмом Христа Спасителя в рамках какой-нибудь международной культурной программы, возрождения традиций и всего-всего такого, поставил бы арт-объект в виде идола Перуна. Кстати, недалеко Красная площадь, когда еще не было пандемии, там на Масленицу ходили такие с рогами в колокольчиках. Ну да, были там. Так что вполне возможно. И поставить идол Перуна перед храмом Христа Спасителя. Мест там много. А Роспотребнадзор скажет, что целование этого идола, разумеется, в маске и перчатках, снижает риск заражения коронавирусом. Ну, как бы, почему бы и нет. Как поступить? Поступить в Террак Кирилу. Я думаю, что он объявит, что это не Перун, а Илья Пророк, а Владыка и Варион. Мой любимый Владыка. Как самый грамотный в РПЦ. Это аргументированно объяснит всем сомневающимся. Вроде с Хиегумена Сергия Романова. Это точно. В принципе, вот по поводу Перуна. День Ильи Пророка у славянских народов, это как раз и был Перунов день. Практика предавания старым языческим темам культовым нового христианского смысла, она существовала и существует. Маска, в принципе, хорошо подошла бы как атрибут рабства. Ну, вот рабы божьи, овцы христовые бессловесные, закрывание лица – это древняя религиозная традиция. Вот шестикрылые серафимы специально имеют дополнительную пару крыльев, чтобы лицо от взгляда божьего закрывать. В радикальном исламе женщину паранжу носит. Так что, скорее всего, РПЦ не будет бороться с масочным режимом, а попытается его использовать в своих целях, с точки зрения подавления народа, укрепления религиозной власти. Да, типа из любви к ближнему носите маски. Это вы страдаете сами, чтобы другие не заболели. Ну, в принципе, да. В принципе, человек всегда проповедует покорность и унижение человеческого достоинства, пока ей это выгодно. Да, ведь на самом деле невыгодно, потому что если меньше прихожан, меньше денег же будет. А церковникам деваться некуда, потому что эти огромные красивые храмы, они не рентабельны. Это же сколько надо энергии, чтобы это протопить, сколько краски надо, чтобы это все покрасить. В древности они строились, когда церковь была крупнейшей феодалой, потому безумно богата. И поэтому РПЦ сделает все, что попросит государственная власть, чтобы не лишиться дотации на содержание этих культовых сооружений. Только это все равно не поможет. В общем, в ближайшее время нам предстоит пожить при религиозной диктатуре. Это нечто похожее на страны, где победил радикальный ислам. Ну да, никаких гражданских и политических свобод, безработица, развал промышленности, отсутствие медицины, отсутствие образования, науки, искусства и культуры, криминал, гражданская война и посреди всего этого богатые поместья тех, кто работает на добычу и вывоз полезных скопаемых за границу. Как-то очень грустно получается, блин. Ну, чтобы не было религиозной диктатуры, требуется действовать против именно этой самой религиозной идеологии. Даже не против каких-то правителей. Потому что убрать одного мэра, который навязывает масочный режим, другой мэр будет делать то же самое. Потому что это мировая тенденция. Ну, в общем, да. А надо, используя свою свободу слова, которое пока у нас имеется, критиковать именно вот эту навязываемую нам античеловечную, религиозную систему культа маски, защищающей от коронавируса. Именно так и есть. Если хотят, чтобы маска защищала, обеспечивайте нам за счет государства стерильные условия, как в операционной. Или отменяйте масочный режим. Или оставляйте маски по желанию для паранойков. Как-то так. Для паранойков и верующих. Культ маски. Как вариант, мы будем следить за развитием ситуации. А на сегодня все. Все, что мы рассказали, это наше частное богословское мнение. Комментарии открыты. Докажите нам, что обратное, что маска это нерелигиозный атрибут в том виде, в каком она применяется в нашем современном обществе. Будем рады пообщаться. Ну, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. До встречи в следующем видео. Спасибо за внимание.